Приветствую всех пчеловодов и людей неравнодушных к пчеловодству. Меня зовут Ефим. Я начинающий пчеловод из Нижегородской области. Сегодня 14 июня 2020 года. Около 15 часов я проверял ловушки и вот на одной из них сегодня произошла поимка роя. Всего я в этом году выставил шесть ловушек. Из них у меня три в виде вот таких вот вторых ульев. Надо сказать, что это одна из самых удачных концепций гора Иловского. И как правило и по опыту прежних лет хочется сказать, что пчелы предпочитают именно ульи. Здесь вот у нас выставлена еще ловушка на восемь рамок. Пока что она не заселена. Они друг от друга находятся в шабовой доступности на расстоянии трех метров. И пчелы предпочли улей, хотя он более старый, более трёхлявый. Обратите внимание, какое состояние дна, все разбито. Сбоку пришлось приколотить кусок горбыля, потому что там щели, что даже крыса может пролезть. Вот, крыша не подходит. И еще очень-очень много проблем, дефектов по улью. Такие ульи на пасеки не выставишь, дабы не срамиться. А вот для целей роиловства это, можно сказать, самый что ни на есть, наилучший вариант ловушки. Ну, сегодня мы ограничимся тем, что подставим еще две рамки вольщины, потому что рой пришел не маленький, возможно, даже с плодной маткой. Я сегодня здесь его осмотрел. Дело в том, что когда рой поселился, он собрался частично под крышкой, из-за того, что я неудачно положил солстик. Давайте оценим масштабы. Вот такой раёк. Очень приятно на это посмотреть. Все котелосик обсижены и обратить внимание, насколько миролюбивая пчела. В прошлом году сюда тоже такие же оранжевые пчелы прилетели первым роем. И в этом году нам судьба тоже такой же дает подарочек. Сейчас я больше на все гнездо открывать не буду, просто подставлю им. Вот уже начинается строительство язычка. И постановка ващины в таком случае очень своевременно, потому что... Чуть-чуть-чуть, повыше. Повыше подними, плечиками прижимать будем. Не буду никого прижимать. Все нормально. Я очень медленно буду двигать. А то можно было сделать плечиками. Не, не буду я так делать. Я сейчас потихонечку. Вот, конечно, я еще днем оценил миролюбие данной всей семьи. Вот они, точнее, надо сказать, что пока что это еще не семья, а родина. Вот. Очень миролюбивые пчелы. Возможно, пока они еще в таком в состоянии роя. И еще пока не могут жалить. Роевая пчела не жалит, потому что она с полной грязью. Но посмотрим. Время покажет поведение данных пчел. Мы, может быть, еще даже как-нибудь обожрим в ближайшем будущем. Мы оставляем еще, кстати, вот совет. Просто старые пустые рамки. Если вы не полностью комплектуете улей, отставляйте с краешку еще старенькие рамочки, потому что хвостик провисает. Если не хотите закуривать дымарь и гонять в них ни раз пчел, вот, пожалуйста, веточкой люпиной смели, все они будут дома. Никуда не денешься. Вот. Ну и все. А дальше закрываем и едем. У нас еще сегодня по планам установка ловушек. В дальнейшем, в ближайшие три дня, сделаем проверку данной семьи на наличие расплода. Вот. Нам надо будет уточниться, плодная матка здесь или нет, и сеет она или нет. И до того, как произойдет запечатывание расплода, необходимо произвести обработку семьи от клеща в РОА. Дело в том, что когда в семье появляется закрытый расплод, весь клещ находится в нем. И он там в недоступности для препаратов, которые призваны, чтобы с ним бороться. И в данный момент это самое оптимальное время для борьбы с клещом. В дальнейшем осенняя обработка также будет. Она плановая, никуда от этого не деться. Когда выходит последний расплод, всегда все пчеловоды обрабатывают от клеща. Но здесь сам Бог велел. Пришла пчела, роевая. Вот. Откуда этот рой, мы не знаем. И какое-то время он побудет здесь, в карантине. Мало ли какие-то выявятся болезни у него. Мы не стремимся сразу все это вести к себе на пасеку. Вот. И примерно этих правил придерживаемся. В обязательном порядке рой на третий день или с появлением в семье открытого расплода мы обрабатываем от клеща в РОА. Так. Ну. На этом мы сегодня заканчиваем. Увидимся снова на просторах наших тольски-майданских земель. Вот. Какие будут пойманы раи, будем данные обозревать в данном мероприятии. Всем удачи. До свидания.